Приём-приём, здарова всем, с вами Хилл Хёртс. И на этот раз я вам расскажу о кронштейне для монитора, название которому NB F80. Это именно версия NU 2021. Отличие от прошлой модели минимальное, если вдруг кому интересно. Завязка сюжета простая, под большой монитор для вертикальной ориентации потребовался подвижный кронштейн. Ключевое условие как можно дешевле. Я смотрел на Авито и там подобные кронштейны начинались от 2200 рублей, в том же НДС уже 2800. Я же выбрал вариант с Алиэкспресс с доставкой из РФ за 2200. К слову, это уже второй кронштейн. Первый приобретался отцу летом по цене 1700 рублей. По качеству и функционалу всё устроило. Вот и был приобретён ещё один. В коробке всё разложено по пакетикам. Из приятного есть даже смазка в подвижных механизмах. Металл достаточно толстый, да больше скажу он очень толстый. Дальше я покажу как эта конструкция держит телевизор на 32 дюйма и может держать ещё больше. В комплекте также есть винты для крепления мониторов, а также несколько проставочных подкладок. Что мне понравилось в данном кронштейне, он очень просто и быстро собирается. Всё необходимое есть в комплекте. Здесь предусмотрены целых два варианта крепления. Первый просто на столешницу, а второй через отверстие в столе. Что выбрать, решает каждый сам для себя. Максимальная толщина стола, на которой может быть установлена опора, это 10 см. Зажимной механизм очень хорошо фиксирует основание. У меня в видеоряде будет пример того, как не стоит закреплять данный кронштейн. Подобный способ чреват тем, что в некоторых положениях весь кронштейн норовит упасть. Так что будьте внимательны и прижимайте основание, зажимной механизм по всей площади. Также есть пластиковые держатели, куда следует поместить провода, чтобы ничего не болталось. Это удобно и при необходимости провода также быстро можно достать. Очень порадовала толщина металла данного устройства. При необходимости данными частями кронштейна можно неплохо обороняться. Площадка крепления для монитора имеет отверстия стандарта веса 75 на 75 и 100 на 100. Газлифт в кронштейне очень мощный. Я повесил не монитор, а телевизор на 32 дюйма и мне пришлось ослаблять газлифт, так как телевизор не фиксировался в заданном положении, а просто поднимался вверх. Делается это самым большим шестигранником из комплекта, когда кронштейн опущен в нижнее положение. Необходимо добиться такого положения винта, чтобы экран не поднимался вверх газлифтом, а был зафиксирован в пространстве без посторонней помощи. Также в основании есть два посадочных места под удлинитель USB. Но не все так хорошо, разумеется, есть и недостатки. Самое большое это то, что если ваш стол не закреплен к стене и достаточно неустойчив, то при любом воздействии на стол, небольшие вибрации будут передаваться на подвешенный монитор. Понятное дело, что это придирки, однако не сказать об этом я не могу. Плюс также есть люди, которых это очень сильно бесит. Если повесить 32-дюймовый монитор и выдвинуть кронштейн в боковое положение, в максимально боковое, относительно центра основания, то вся конструкция сильно накренится. Понятное дело, что делать так нецельсообразно, однако говорю как есть. Многих также могут раздражать желтые логотипы, однако при необходимости все это без проблем отклеивается. Ну и что могу сказать, подводя итог. И это просто фантастическое решение. Если вы никогда не пользовались кронштейном, то первое время будете просто в восторге. Вот серьезно. На столе будет много места, вы сможете сидеть на стуле так, как вам удобно и просто двигать монитор под себя. Если же у вас рабочее место совмещено с местом для отдыха, то запросто можно будет двигать экран, чтобы удобно смотреть фильмы с дивана. То есть такая свобода позиционирования экрана перед собой просто поражает. Могу ли я советовать именно данный кронштейн, хоть у меня и не было опыта с другими подобными устройствами, однако этот экземпляр вполне себе. Первый служит уже полгода и вроде бы никаких проблем. Надеюсь, что помогу кому-то с выбором. Примного всех благодарю за просмотр, всем все хорошего, счастья, здоровья. Играйте пожалуйста в хорошие игры. А сейчас позвольте мне немного понаглеть. Речь о моем бусте. Под каждым видосом есть ссылка. Там уже достаточное количество контента. Есть как подкаст и лайв формат, так и весьма уникальные видосы, которых тут нет. Это как раньше спонсорство на ютубе, только теперь с минимальной комиссией для автора, то есть для меня. Также можно подписаться даже бесплатно, так что буду весьма признателен в случае поддержки и огромная благодарность спонсорам. У нас все честно, если не понравилось, ставим дизлайк. В описании всегда есть интересные ссылки, также можно посмотреть и другие мои ролики. Всем всего хорошего, счастья, здоровья, чтобы все у всех было хорошо. С вами был Хилл Хёртс.